Субтитры делал DimaTorzok Они вообще там не понимают русский язык, но они в восторге, им очень нравится, потому что идет очень много добра, идет очень много света. Коллеги, подтягиваемся, делаем тоже записи. Это важно, это хорошо, это запускает нашу всеобщую волну, наше общее настроение. Поэтому мне очень хотелось сегодня начать с этого ролика нашу сегодняшнюю рабочую встречу для поддержания общего настроения. Но, к сожалению, вот площадка не позволяет такое количество объема закачать на эту площадку. Итак, у нас сегодня несколько вопросов. Сейчас быстро пробежимся по тем вопросам, которые у нас есть. И также сегодня у нас на площадке Лариса Артамонова, которая занимается непосредственно сейчас организацией мероприятий на Экофесте в конференции второго дня. Поэтому я передам ей слово в последующем, чтобы она очень подробно осветила этот вопрос. И мы его сняли с нашей повестки. То есть осталась только наша совместная работа, ваша работа как региональных лидеров, все, что нужно сделать. Но до этого момента я хотела бы напомнить о том, что на нашей предыдущей встрече я приглашала руководителей иностранных переводов Эва Стэнман относительно вопроса, который касался всех региональных лидеров и просьбы. Просьбы к вам, для того, чтобы вы в своей стране могли находить переводчиков, профессиональных переводчиков, возможно, людей, которые есть в ваших структурах, просто проделали такую работу. Нам очень необходимо для дальнейшей работы, для расширения дальнейшей работы, сейчас достаточное количество переводчиков, для того, чтобы очень быстро осуществлять весь сервис в вашей стране. Коллеги, пожалуйста, дайте мне обратную связь, что вы это услышали, и я просто об этом еще раз напоминаю. Сегодня, Лариса Артамонова, руководитель за все организационные моменты, в Экфест, будет здесь. Я надеюсь, что все организационные моменты, когда все организационные моменты закончились, мы только у нас работаем в фокус. У нас работаем в фокус. В последнее время, я приглашала Эва Стефен, которая responsна для всех трансляций в нашей области. So, and she appealed to you, and I appealed to you, just to increase the number of interpreters, translators. We need them, because we expand the work in your regions. Please, if you know someone, bring them. We need to spread our news as soon as possible. Thank you. 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 Поговорите со своей командой и, пожалуйста, мы сделаем отдельную форму, куда вы можете просто вот вписать количество, которое вы уже сейчас готовы будете заказать. Мы обязательно все выступаем своей командой Skyway Capital, но еще хочу вам напомнить, я обращаюсь к региональным лидерам разных стран, пожалуйста, готовьте флаги своей страны, это важно. Я думаю, это важно, почетно, это очень здорово, когда на Экофесте Skyway Capital выступает и сразу видно, с каких стран, регионов мы приезжаем, да, то есть это вообще супер и здорово. Это касается и России, это касается иностранных регионов абсолютно всем. Коллеги, давайте будем выглядеть очень стильно, очень красиво, очень ярко, чтобы нас было видно буквально со всех уголков. Как вы это поддерживаете? О, dear, I hope it will take only one, maximum two days for you to discuss how many scouts you are going to order for your team. Please, or just send this information to us as soon as possible. We do have a special phone for that. And the other request is just to prepare your national flags. It is really, really important to cover all the regions, all the countries that are going to the Экофест with Skyway Capital. So, and please, we'll just make all just these flags, order them, buy them, and bring them with you to our great festival. В нашем чате выставим еще всю форму и каким образом это можно будет заказать, получить, затем раздать своим командам. Сейчас мы просто говорим о том, чтобы вы подумали о самом количестве и уже проделали эту работу. Второй момент, которым я хотела сказать относительно того, что у нас сейчас готовятся новые буклеты. Замечательные буклеты, которые формируют Виктор Бабурин и Владимир Маслов с правильными юридическими акцентами для нашей работы и очень красивым вкладышем. Во вкладыше будут новые программы предложения того этапа, который мы сейчас находимся, 9, 10 и последующие. Ну, естественно, это не сразу по мере формирования поступления новых этапов. Поэтому, коллеги, сейчас формируется целый ряд новых инструментов. Они также будут. И о чем я хотела сделать акцент? О том, что, пожалуйста, вы планируете региональные деньги также на то, чтобы покупать не только шахтики и только атрибуты. Так, Людмила, попрошу. Людмила, что-то опять со связью у вас? Да, пожалуйста. Окей, so just once again, so please just send the approximate information about the number of the scarves. And in our chart, I will place a special form for this, just to order the scarves. Другой, Виктор Боборин и Владимир Вяслов Попробуем новые новые книги с специальным институтом И эти институты будут приводить к новым инструментам В нашей работе с нашим партнерами и инвесторами Конечно, это зависит от всех стадий, которые будут вступать. Кому это нужно, замечательно, да, вы можете это сделать для того, чтобы показать своим командам. Коллеги, еще раз хочу напомнить о том, что у нас сейчас очень серьезный, вы видите, первым пунктом. Я все время ставлю, что у нас стратегический этап. Поэтому очень большое внимание, очень большой акцент. Передаю очень большую просьбу от всего и директорского состава, и головной компании также очень правильно говорим и обозначаем все юридические моменты. Никакой лишней информации, придумывания того, что может быть, или додумывания сейчас не может быть. Вы также можете сделать этот скрин. Я эту страничку выставляла в чате региональных лидеров, продублирую, если еще это нужно. Но давайте сейчас будем очень корректными, очень деликатными и, конечно же, я надеюсь, что вы уже сделали скрин. Я надеюсь, что вы уже сделали скрин. Спасибо за субтитры, спасибо за субтитры. И, опять же, я расскажу вам о том, что вам нужно сказать, что ваш партнер и ваш инвестерс. Владимир Раслов уже уже сказал это несколько раз, но я надеюсь, что вы уже сделали скрин again. And, so, this is very, very important. Мы сейчас наход that's the stage when we say только что наши шутки заросы д Municipal. То есть, так что, что только wah myślę, что вы думаете совсем. Что я подумаю или что это Vinita. Это что-то,inc' Richtung что-то может быть. Что мы слышим аэкономерное что дает. Это действительно стратегическая информация, и это очень важно, чтобы не обмануть ваших партнеров, а не обмануть ваших инвесторов. Важные вопросы, все, что касается с организацией. Мы это теперь будем делать практически на каждой нашей планерке до встречи на Экофесте. Лариса будет дать вам информацию. Так чудесно. К сожалению, у нас присутствуют не все, но задача сегодняшнего моего выступления, чтобы вы поняли разницу в том, кто на самом деле будет участвовать в Экофесте в двух мероприятиях в Минске в июле. Первый – это день Экофест 1 июля, и второй день – это 2 июля конференция Skyway Capital. Илья Кузнецовская. – Людмила? – Нас, I just want to mention that we have only two days at the Экофест. So the 1st of July is the coming of all the investors from all the countries of the world, from all the funds we already have in our companies. And the 2nd of July is the conference of Skyway Capital. У нас с вами два совершенно разных мероприятия и две совершенно разных оплаты. И на сегодняшний день мы видим, что участники, многие участники не понимают этого. Поэтому многие и многие участники не понимают эту разницу, что у нас есть два оплаты за два дня. Вы оплачиваете в личном кабинете фонда SkyWay Capital. Когда вы оплачиваете участие 1 июля на Экофест, желательно, чтобы все желающие, кто хочет поехать у вас, ваши родственники, ваши близкие, сделали это в ближайшее время. Потому что мы уже почти достигли критического числа участников на конференции, на Экофесте. И очень скоро возможность оплатить Экофест будет закрыта. Второе мероприятие, отдельное, которое оплачивается из личного кабинета фонда SkyWay Capital, это участие в конференции в отеле Минск. И здесь мне нужно, чтобы вы абсолютно поняли, как будет осуществляться допуск к этому мероприятию, кто будет иметь возможность попасть на него, участвовать. СкайWay Capital conference. So, it will be held in the hotel Minsk, in the capital of Belarus Minsk. And it is paid from your back offices. And I must all just tell you now, who exactly can get to this conference. Вы знаете, что у нас с вами есть три программы и дополнительные условия для того, чтобы вы могли участвовать. We have special promotions and special conditions for your taking part in this event. По условиям у нас существует три совершенно разных блока участия в конференции. Первый блок будет проходить с 10 до часу и туда будет доступ только для тех, кто является лидерами, региональными лидерами, лидерами регионов с лидерским советом, эксперты. So, part of the conference is held from the 10 a.m. up till 1 p.m. And this is a round table for the leaders, only for the leaders, regional leaders of СкайWay Capital. So, these people are top experts. И сейчас я просто вам определю все блоки, потому что потом для Людмилы будет возможность все это прочитать в прямом эфире, потому что я переведу слайд на английский. Итак, второй блок – это общая конференция, которая будет проходить с 14 до 17.30. То есть все, кто не входит в первый блок, вы приезжаете, вы оплатили участие, вы приезжаете к 14.00. И затем уже эта конференция для всех, вот эта часть с 14 до 17.30, для всех, кто успел оплатить конференцию в ближайшее время. И затем у нас с вами блок с 18 до 20.00 – это закрытый фуршет для выдающихся инвесторов СкайWay. У нас там будет присутствовать Анатолий Дуарчич, огромная ему благодарность, для того, чтобы выразить почтение и уважение к вам. И обратная связь для того, чтобы вы могли тоже поприветствовать Анатолию Дуарчича и просто поблагодарить его за это. Анатолия Дуарчича – это вторая часть с 14 до 17.30, и эта конференция для всех, для всех, для всех партнеров и инвесторов, которые уже платят или будут платить за это конференции в ближайшее время. Анатолия Дуарчича – это вторая часть с 14 до 17.30, и эта конференция для всех партнеров и инвесторов, for the outstanding СкайWay Capital инвесторов, and, of course, the ones who have fulfilled the conditions of the participation program. So, you can see all the information here in English. I can only add to what Larissa said, because she said that Анатолий Дуарчич Юницкий will attend this part to personally thank you for the huge, huge work you have done and doing now, and, of course, to have the feedback from you. You will have this great opportunity to talk to our general designer. You're there. К тому же у нас существуют условия конкурса, условия посещения конференции, вы с ними знакомы, которые, при выполнении которых, многие участники могут посетить конференцию бесплатно, либо бесплатно, и еще им будет оплачено проживание и перелет. У нас тоже есть такие условия конкурса. На сегодня эти условия выполнило около 20 человек. Продолжение следует... ...we had the conditions for some participants and investors to take part in this conference for free. And for some of them, so it is a free attendance, for some of them it's even a free accommodation. And up till now, 20 people have already fulfilled all the conditions. Congratulations. Основной причиной того непонимания, которое возникло и почему я сегодня в прямом эфире, те люди, которые выполнили условия конференции, не оплатили участие в самой конференции в личном кабинете. А это является очень важным. Мы формируем списки допуска на конференцию только по спискам оплат. Если вы выполнили все конкурсы, но у вас нет списка оплат по конференции, вы не будете допущены и вы просто не войдете в число участников. Поэтому ваша задача не дожидаться, когда вы выполните конкурсы, даже если у вас есть к этому возможность, а сначала оплатить участие в конференции, потом выполнять любые конкурсы, в которых вы желаете участвовать. И по факту выполнения условий конкурса вам потом будут возвращены на ваш основной и бонусный счет все ваши затраты. И оплата билета, и оплата проезда, и оплата проживания в зависимости от условий, от того конкурса, который вы выполнили. Но оплата... Я не могу говорить о том, что у вас сейчас, но пока мы у вас есть мисновидение. So the partners and investors who are taking part in all our promotions and some of them have already fulfilled all the conditions of them or are going to fulfill them. They haven't paid the participation in the conference and that's a nuisance because even if they have fulfilled all the conditions of all the offers and promotions, they won't be able to attend the conference. So that's why I just appealing to them, please do it immediately, please pay your participation in the conference and then you will still have time to catch up with your promotions if you're still doing them. Please do it, please pay for your participant because the list of these people who already paid will be the list of the people who can be admitted to that conference. Это условие у нас обоснованное и связано с тем, что зал, в котором мы будем проводить конференцию, вмещает всего 550 человек. И уже сейчас зал заполнен на... Что это такое? Что это такое? Что это такое? The people who are already paid are 80% of all the participants. Why are they only 550? Because the whole in the hotel means can hold only 550. И очень легко может получиться так, что люди сейчас желающие участвовать в конференции выкупят все места. Мы закроем оплату и возможность участия в конференции, а кто-то из ваших лидеров или вы сами выполните условия конкурса и не сможете присутствовать, потому что в зале не будет мест, либо вам придется стоять. И из-за того, что почти все места в зале уже выкуплены, мы просим активироваться всех лидеров, кто реально хочет присутствовать на конференции. И до конца мая, потому что в конце мая уже будет закрыта возможность купить билеты, зал весь выполнен. Ваша возможность купить билеты и заявить об этом своим желающим людям ваших структур до конца мая. 30 мая мы закрываем продажу, сегодня 30 мая, ну давайте еще 5 дней дадим, вот 5-6 дней следующей недели, вот до конца этой недели. Пожалуйста, выкупите билеты все, кто желает в этом участвовать. Стоимость очень маленькая, поэтому всем вам потом... Делайте, пожалуйста, можете прийти! Ребята, пожалуйста, выкупите билеты, пожалуйста, сейчас! Мы дарим вам время после этого месяца. You know that according to the conditions, so all the money that you pay for the conference accommodation, it depends on what promotion you participated, will be returned to you, to your main account, to your bonus accounts. Please use these few days to pay for your attendance. Please do it up to the end of this week. Сегодня у нас в компании количество экспертов, лидеров и людей, которые по статусу могут присутствовать бесплатно на этой конференции, превышает несколько раз количество мест в зале. Поэтому мы должны знать, кто из вас реально приедет. А это мы можем определить только через то, что вы оплачиваете свое участие в личном кабинете. И я сейчас прошу вас обратить особое внимание на самый первый пункт в конференции. Это блок, первый блок, с 10 до 13.00, где у нас будет проходить круглый стол для лидеров структур Skyway Capital. То есть это лидеры регионов и лидерский совет. Только по факту оплаты. Поэтому сейчас вы предоставляете, если вы планируете приехать, вы лидер региона, вы приезжаете, и с вами приезжает несколько человек. Сначала вы стопроцентно оплачиваете участие и присылаете мне на e-mail, не на e-mail, а можете в скайпе прислать мне таблицу, в которой указана фамилия, имя, отчество и e-mail человека, который будет в вашем лидерском совете присутствовать с 10 до 13.00 в первом блоке конференции. Спасибо. 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 Please give me the full name of these people, pay for them, and their e-mails. That's once again the name and their e-mails and the payment. Все, кто не успевает оплатить до конца этой недели, вы их не включаете в списки, потому что они все равно не будут допущены к участию в конференции. И вход на конференцию будет по билетам, вы их сможете распечатать. В чате пишут, что они могут распечатать билеты. Я узнаю у нашей службы технической поддержки, в чем причина. Но всем будут отправлены билеты, входы на конференцию. И мне необходимо от лидеров структур ваши списки, кто из вас будет размещаться в отеле Пекин. Используйте скидки, которые предоставлены. Если у нас будет достаточное количество людей, мы заказываем автобус от отеля Пекин. И все вместе будем выезжать на экофест в Марьеву Горку 1 июля. Мне нужны от вас списки тех, кто расселяется в отеле Пекин. Постельные lucky люди? Слышите на экофест в Бекин. Я asked the leaders to send me the list of people who are accommodating in the Hotel Пекин. У нас будет работать синхронный перевод на 7 языках. К каждому, кто нуждается в переводе, будет выдаваться переводческая гарнитура. У нас в Париже было несколько случаев, что участники просто ушли и уничтожили гарнитуру с собой. Она достаточно дорогостоящая. Поэтому в этот раз будьте внимательны, когда вы берете гарнитуру. Будьте добры ее вернуть. Это первое. Второе. Понимайте, что везде вход будет только по бэджикам. Если человек участвует в первой части конференции, но забыл бэджик на ужин званый, его туда никто не пустит. Точно так же касается второй части. Пожалуйста, имейте бэджики. Когда люди на входе с вас будут требовать эти бэджики, уважайте служащих и предоставляйте подарок. Я также хочу спросить вам, чтобы вы были специальные бэджики с вами все время. Для всех партнеров, например, если у вас есть бэдж в первую часть конференции, на первую часть конференции, на первую часть конференции, но вы забыли бэджики, И на этом все. Поэтому мне от вас нужны списки региональных лидеров и ваших лидерских советов. Мне нужны списки тех, кто расселяется в отеле Пекин. Тем более, если у нас больше 11 номеров, у вас будет еще дополнительная скидка к той, которую сегодня предоставляет отель. И мы очень надеемся на вашу организованность. Продолжение следует... У нас... Мы интерпретируем на конференции в 7 слов. В Парис, Here it happened once that the people forgot to return their headphones just after their conference. Они очень тяжелые, верно? На этом я сегодняшнюю нашу встречу как бы отключаюсь, потому что сейчас будет завершающая часть Ирины. Если едет только лидер, списков не надо, но лидер должен себя прислать, да, обязательно, потому что по фактам оплаты я не знаю, какой у вас статус. Я знаю ваш статус, мастер, эксперт, клиент и так далее, но что вы являетесь лидером региона, я не знаю. Поэтому вы присылаете все заявки на участие с 10 до 13.00. И сейчас в чате я напишу вам свои контактные данные, скайп и емейл, на которые вы будете все это присылать. Спасибо. Если вы единственная человек, который придет, вы единственная лидер, и вы единственная человек, который придет, я still need your name and your e-mail, и I need your starter. That's why you need to indicate everything in the special form. Just my e-mail, my Skype and everything will be placed immediately after this briefing in our chat. And please give me the information to this source, to Skype and e-mail, that I will indicate there. Благодарность, Лариса, за более подробную информацию. И, коллеги, с этого момента, вот сейчас в чате вы видите все контактные данные Ларисы Артамоновой. Пожалуйста, по всем вопросам организационным, касающимся поездки в Минск, обращаться к Ларисе Артамоновой. Мы говорили о том, что у нас будет контактное лицо непосредственно от головной компании уже на месте. На сегодняшний момент пока имя, фамилии и координатов у нас нет, но также вы можете это узнать в последующем у Ларисы. Поэтому сейчас внимательно сканируйте, скопируйте себе ее контакт. Ларисы Артамоновой. Пожалуйста, все информационные данные. В этом моменте мы не знаем, как и на данном компании, который находится в организации, но Лариса будет узнать, что вы можете узнать, и она будет сообщать. Пожалуйста, просто быть в контакте с ней на Skype, или просто оставьте информацию, которая в ее эмайле, и мы просто расскажем к ней, если вы хотите задать вопросы о организационном моменте. Еще был один вопрос относительно, кажется, Франтишек задавал вопрос, относительно перевода материалов презентации. Коллеги, у нас все просто. Если вы желаете какую-либо из презентаций или материал перевести на язык своей страны, вы обращайтесь напрямую к Эве Стенман. Все координаты у вас также есть, и я выкладывала их в чате. И все, что касается новых брошюр, которые сейчас я рассказала, уже на русском и уже на английском языке сразу. Стенман, who is the boss of all our interpreters and translators. So, she has this opportunity, and I gave you all her details, her Skype and her emails. She will help you willingly. And when you come to a conference, we'll have already booklets in Russian and in English, and the inserts will be in Russian and in English. Ну, а сегодня у нас осталась сегодня и завтра завершающая неделя. Завершение месяца. Давайте мы активно поработаем. О результатах мая мы будем говорить уже на следующей планерке. Поэтому сейчас мы активно думаем уже о работе июня и июля. Так как это активные месяцы, вы знаете, наши мероприятия. То есть сейчас уже продумываете. Поездка и организация это само собой. Это основное сейчас и главное. Но наша работа в регионах продолжается и будет продолжать еще с большей скоростью, с большими результатами. Поэтому уже сейчас. Пожалуйста, планируйте. Я знаю, уже смотрела, практически все сдали отчет. Большое спасибо, молодцы. Огромную работу все проделывают. Но уже думаем про июль месяц также. Уже сейчас ориентируйте свои команды. У нас никаких отпусков не намечается. У нас будет очень горячий месяц июль. Так как будет смена этапа, вы все прекрасно об этом знаете. Поэтому сейчас фокусируемся, планируем, расписываем все графики уже на эти два месяца. Идем не оснащивайтесь. Спасибо всем, кто-то veo. Он говорит все, кто-то седали в свое это месяц. У меня очень, очень благодарна. Подпишитесь, пожалуйста, не отдайтесь, не отдыхайтесь. Потому что мы имеем очень холодный в месяц. June and July, because in July, so as you know, the change of the stage will be done, so practically, try to plan already your work for July, discuss with your partners and investors, and so you know that already by the end of this week, so we are finishing our May, and at the next briefing, we will be talking already about the results of May. But please, just focus on the week in June and on the week in July. Two hot months, but practically, we do not holiday at all. I think all our months are really hot. Не все, мы просто переходим в режим работы в личку, в скайпе, в обычный режим работы. Если есть важные срочные вопросы, пожалуйста, пишите. Если нет, мы будем отключаться. Я еще раз благодарю всех за работу, за всю нашу команду. Давайте хорошо заканчиваем этот месяц и стартуем в июне с новой скоростью, с новой силой. Благодарю всех и до связи. До связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Once again, let's set up with new energy, with new enthusiasm. Thank you very much for this, for your participation in the briefing. Thank you. Bye. Благодарность, конечно, Людмиле и Ларисе и всем участникам, всем командам. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Additional thank you to Melissa Samonova and to the interpreter. До встречи. До встречи. Продолжение следует...